Жилище Минотавра Скала Может это река какая-то подземная? Пещера Слушай, чувак, я с греков помню только, что когда в бочке Давайте подкраски Бычий пенис Пилим сейчас топовый контент для Ютуба Задаем вопросы по истории Древней Греции Нет времени, и у вас нет денег, чтобы заплатить У меня есть деньги, чтобы заплатить Если вы отвечаете правильно на 5 вопросов Я плачу 5000 рублей Хорошо Да, все, вы согласны? Я готов Давайте попробуем Можно отключить музыку, чтобы у нас звук А будете снимать видео? Да Тогда же ставные зубы, все равно, можно? Без базара Подавите Хорошо Я актер эпизодов, у меня есть 2 роли 50 рублей Очень серьезный человек Жилище Минотавра Скала Пещера Может это река, как она подземная? Крепая скала, какая нахрен разница? Нет, а есть представление, как выглядит Минотавр? Конечно есть Что это за существо? Бык, по-моему, или голова быка С одним глазом Вот он как горгона Только хуже Подскажи, как выглядит этот Бычок Модозвон Бычок такой мощный 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 бычок Пещера остается, но я не уверена Если сейчас появляются на экране варианты, то пятерка превращается в тысячонку Давайте Жилище Минотавра Это пещера, клетка, фиг вам, лабиринт Где находился? Я же сказал, что это пещера Рассуждаю Лабиринт 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 Пещера Лабиринт Мужичок, царь по имени Минос Накосячил перед богами И за это боги сделали так, что его женушка переспала случайным образом с его любимым быком И родился этот ублюдок, который ел людей Прозвали его Минотавром И Минос построил для него лабиринт Чтоб с глаз долой Ну, иногда подкармливал его немножечко Я даю вам еще один шанс, вы мне очень нравитесь, Дмитрий Тут недавно снялся в видосе у ребят, блогеров Честно говоря, блудняк В следующий раз буду повнимательнее смотреть на то, где вообще участвую Чуть в мусарню меня не загребли из-за их контента Я еще видос не видел Если они успеют смонтировать видос То в описании будет ссылка на этот ролик Великий поэт Древней Греции Слушай, чувак Я с греков помню только, что когда в бочке Помнишь? В бочке закупорил себя Александр Сергеевич Это царь Гведон был? Да Софокул? А почему меня вообще выбрали? Изоп Софокул, нет? Вот он вертится, у меня его представление Его представление вертится? Вот как он выглядит, его образ Одиссей Одиссей был поэтом, что он написал? Ну, да Что он написал? Яд в Одиссея Ну, у тебя есть варианты, ты же ведь уже на тысячонку работаешь Давайте варианты, да, будет хорошо Едем Акела, Гефест, Гомер, Хомингуэй Так, ну, Гомер Знаем, Иляда, что такое? Гомер Гомер С помощью этого оружия Одиссей расправился с женихами Так, сейчас Помним эту историю Ну, 12 подвигов А, это Гера Одиссей? Да Пропускаем Яйцерез Яйцерез То есть он с тем яичками С чьими женихами Я просто не могу понять Какие женихи? Какой Одиссей? Откуда? Вообще? Зачем? Как? Давайте порассуждаем Может быть, вспомнится все это дело Ну, это Одиссей Что за дядька по имени Одиссей? Расскажу вам, чтобы вам облегчить задачу Он шлялся непонятно где Одиссей Там много-много лет И воевал с троянцами И на острове там с телками там зависал Причем это все Я не утрирую Там было много девок Которые хотели оставить его у себя А жене приходилось херово Пенелопушка, жена его ждала Да А собралось целый килограмм мужиков И жрали, пировали во дворце Одиссея И хотели ее заманить Засектынить, забудинить Ну, другое слово Какое-нибудь Понимаете? Хотели, чтобы она была там их деваха Миллион мужиков, которые хотят трахнуть его жену Уже лет 30, наверное Стандартная ситуация И пришел он И всем как нано всем сделал Всех просто положил Чем он их положил? Ничем Давайте подсказки Головой медузы горгоны Помнишь, да, что за чучун? Ну да Такая вот Ей голову отрубаешь Вот так вот всем показываешь Все превращаются там в какое-то В какое-то говнище Либо луком он всех Либо трезубцем Там, не знаю, взял узел И всех Молотом Что-то такое изощренное Я думаю, это башка горгоны Я бы головой нажала Я бы тоже, да Выбрала Головой медузы горгоны Итак, это голова Голова, да Да, голова Молот Утверждаем ответ Еще раз повтор Голова медузы горгоны Лук и стрелы Трезубец Молот Трезубец Утверждаем ответ Еще раз повтор Голова медузы горгоны Лук Трезубец Молот Лук Утверждаем ответ Натюрлих Лук Лук и стрелы Верно Совершенно верно Интересно Лук Тупо луком Лук и стрелы Такая банальщина Никакого креативного мышления Спасибо тебе, Монета За то, что третий выпуск Ты поддерживаешь Негодяй ТВ Запошляешь ему Деньгульку Чтобы у него ляжка горела Кто не знает, что такое Монета, рассказываю Инвестиционный портал Взаименного кредитования Что это значит? Если есть деньги Если нету понимания, куда можно вложить, чтобы получать доход То можно воспользоваться монетой Регистрируешься Выбираешь заемщика Даешь ему денег в долг Получаешь обратно деньги с процентом С немаленьким Между прочим Вот такой портал Инвестиционный Короче, Монета Предлагаю тебе стать моим генеральным спонсором А почему нет? Или вы хотите, чтобы все это делалось просто так? Чтобы я кайлом махал бесплатно? Откуда я буду брать на пропитание? Вот на бензик На новые райбосы На классную шапку Левис А тачку новую хочу я Порш Каен себе Такие умные все Да, реклама Квартира мне нужна Семикомнатная Надо вам это Или не надо Решать-то вам Вы же взрослые люди Если интересно Залезай в описание Регистрируйся И делай все свои дела Неинтересно Все, пропустил это сообщение И дальше наслаждайся Бешеным контентом Everybody Предводитель греков В Троянской войне Ахилл Вроде бы царь Едип Что ли? Нет, на это едит Едип в комплекс Ахиллес Если я скажу Ахиллес Это будет неправильно Он был Предводителем Своего отрядика Хотя там Все в него Конкретно верили Но предводитель Всех греков Был другой мужичок Не, сейчас Сейчас, сейчас Сейчас, сейчас Сейчас помню Под предводителем Подразумевается Царь А, царь Да Не помню я Варианты? Да Это Приам Менелай Агамемном Одиссей Знаешь Хоть кого-нибудь Из этих ребят Все имена Знакомые Приама Знаешь, кто такой Приам? Нет Я знаю, что Одиссей точно Участвует В этой истории Но Менелай Знакомое имя? Нет Агамемном Нет Ну имена Ну имена-то я все Слыхали Я не помню Приам явно Не грек Это я точно помню И он был Якут Ну вот Или Япон Вот именно Аганемном Ты уверена? Нет Но ответ такой Аганемном И Менелай Они, кажется По разные стороны Были Как раз таки Один из них Римский Предводитель Другой Из них Греческий Менелай И я, пожалуй Выбираю Менелай Приам Менелай Агамемном Одиссей Агамемном Ну пусть будет Менелай Утверждаем Ответ Да Цари не склоняют Головы перед Ахиллесом Возможно Царям было плохо Видно издалека Битву выиграли Воины История помнит Царей Я возбегну Аберийские победы На всех островах Греции И славу Агамемнону Воспоют Ну хорошо Давайте дальше Все, вы проиграли Да ладно Конечно Сказали Менелай А это Агамемном Извините меня Да И даже Что Ничего не заработал Нет Нет Угощение Которым До конца жизни Обеспечивал Победителя Игр Олимпийских Его родной город Что там было Вопрос такой Ну смотри Еще раз Ты Выигрываешь Олимпийские игры И короче Всю жизнь Тебе твой город Ну ты короче Ходишь И тебе На 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 Короче До конца жизни Тебе дают Вино Поят просто Пока ты не сдохнешь Обедом кормят Бычий пенис Либо Соколиные Яички Ну типа Блюдо такое То есть Возможно Бычий пенис И соколиные Яйца Это был Неплохой Деликатес А может быть Какие-то Другие Манипуляции Делали С этими Паньпуниськами Ну вино Это по-любому Я думаю Что все-таки Бычий Пенис Итак Вы считаете Что если Победил В Олимпийских Играх Всю жизнь На халяву Жрешь Бычий пенис Или может быть Не жрешь А что-нибудь Другое с ним На халяву Жрешь вино Всю жизнь Я так думаю А все-таки вино Да Я просто наверное Не понял вопрос А как бы Просто презент Как угощение Яство такое А так я думаю Вино Всю жизнь вино Думаю да Точно да? Точно Бычий пенис Точно И что Победитель Олимпийских Игр с ним Дел? Ел Кушал Бычий пенис Ну да Бычий Пенис Звучит Великолепно Но это Моя Опять-таки Фантазия Соколиные яйца Туда же Вино Либо обед 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 Обычный обед Просто Обед Всю жизнь обед Ну шикарно Как раз я иду на обед Приятного аппетита Спасибо Всего доброго А чтобы вы Может еще и сняли Чтоб я Там засветился В этом тапочке Второй Из бутылки Как тапочек Видно все Там Изабелла Изабелла Винишко да? Только Изабелла Только Изабелла Итак Как вас найти вконтакте? Всем привет Меня зовут Алексей Павлов Санкт-Петербург 47 лет 19 апреля 48 Все бегом Ваши на мою страницу Вконтакте Смотрите Я пью Только Изабелла Ну все Я думаю Что к вам Обувь же фиксировали Вот обувь И вот так Вот так Все здорово Я снимаю Час Максимум Полтора За полтора часа Никто ничего Не выигрывает Все До свидания Они не выиграли Но у вас есть Возможность Это сделать Опять таки Вспоминаем Про наши лайки Ставим 20 тысяч лайков Я тут же Залезаю В Инстаграм Делаю прямой эфир И разыгрываю Бабки Среди вас Вопросы задаю Как у меня Все сегодня Сложный Пиздец Раньше Меня эти блогеры Всегда бесили Когда эти лайки Они Выпрашивали Оказывается Сука Не просто так Эти лайки Оказывается Надо Я просто Врубаюсь Что многие Из вас Не врубаются Зачем лайк Надо ставить Я сам Не знал Об этом Вот только Узнал Что лайки Надо ставить Какие есть Какие варианты Что можно Писать В комментарии Вариант Номер Один Негодяй Бомба Самый лучший Блогер на Ютубе Вообще Самый Самый Все остальное Ну так себе Негодяй Ты топ Ой Скоро Просто Взорвешь Этот Ютуб Это Первый Вариант Второе Контент Прикольненький Но конечно Дай бог тебе Негодяй Чтобы И другие Контенты У тебя Нормально Заходили Делай побольше Всякого Дерьма И главное Чтобы Бомба Чтобы Чтобы Короче Нет Не так делаем Второе Брат Желаем тебе Чтобы у тебя Нарисовались Новые контенты И набирали Миллионы Просмотров Вопросы Это конечно Круто Розыгрыши Чики-пуки Но брат Пускай Все твои Контенты Залетают Заходят Миллиарды Просмотров Будут Это второе Третье Просто пишем Красава Душевно Брат Ты наш Человек Ай Ай Респект Тебе Третье И четвертое На ваше усмотрение Четвертое На ваше усмотрение Все ребят Спасибо Что смотрите Этот канал До свидания Лейки Давид Лейки Субтитры Субтитры Лейки Лейки